всех всех приветствую на моем канале сам себе режиссер меня зовут ольга 25 уже октября так времени время пол двенадцатого но я пол одиннадцатого разморозила дрожжи и мне надо хлеб спечь ржаной просеивала ржаную муку дрожжи тепленькой водичкой немножечко сахарков дрожжаной хлеб я сахарку немного кладу вот жаной хлеб там она не чувствуется эта сладость но как-то вроде вкус как-то улучшается я решила так вот дрожжаной хлеб хочу спечь потому что и так то стрепушки и еще и белый хлеб поэтому ржаной сейчас вот она у меня жидкая постояла я пока жидко замесила ржаной просеяла муки тепленькая водичка дрожжи сахар соль потом на муку сыпнула и замесила вот полчаса постояла одиннадцать я а сейчас я добавила вот такой муки аллейка мне нравится аллейка мука высший сорт добавляю выше сорт но и добавляю солод как обычно ржаной хлеб я добавляю солод обязательно он дает какой-то знаете вот такой вкус неповторимый какой-то такой знаете особый вкус вот без солода уже совсем не то хлеб все нормально ну запах солод дает еще ну и цвет он же коричневый так что сейчас сделаем пусть пока постоит но погода у нас сами понимаете осень но все равно прохладно хоть и отопление включили так вот я наливаю в чашку горячей воды ставлю на нее тесто и накрываю крышечкой и у меня крышечка и все поднимается чем больше будет бродить подниматься будете подсыпать вымешивать тем качестве не хлеб хлеб любит руки сейчас я вот это замесила сейчас насыплю еще муки и руками буду вымешивать не охота мне камеру прицепливать вытаскивать с чехольчика пока так не знаю будет настроение значит и подсниму еще осталось у меня немножечко вот баклажан я же игру делала я вам не знаю показывала нет вот немножко не знаю обжарить их ли не обжарить я люблю баклажаны с кабачками вместе чтобы немножко осталось ну вот как то так сейчас буду заниматься хлебом досыпаю муку буду сейчас вымешивать буду потихоньку просеивать я очень сомневаюсь что просеивать обязательно надо муку не знаю дает это обычную пышность или не дает как говорится ученые об этом не знают есть на земле нет на земле как этот говорил филиппов ученым это не известно многие тарахтят конечно что это кислородом нам сыщается тесто ну да простят меня ученые я представляю когда в деревнях посеем чуть-чуть раз уже в сити что в деревнях вот такие вот замесы делали квашни вот такие вот большие чаны и они бы тут сели стояли у них конечно смельницы просеянную муку ну если вот в деревнях и смельницы и все ничего не не просеют представьте она будет замешивать квашню в такой деже она будет сеять нет конечно выпекали хлеб люди спокон веку русская женщина стояла у квашни на ночь замешивали потому что дрожжи были самоделочные кто из хмеля делал дрожжи я старалась конечно если вижу где-то посмотреть историю дрожжей сами выращивали они закваска не выводилась иначе они как сказать они же часто пекли на неделю наверно не знаю как-то в деревнях рассказывают бабушки кино смотришь на художественно там конечно не почерпнешь такого чтобы прям достоверного ну по рассказам вот бабушек они даже вот замесили потом отчепляют немножко и в отдельную тару это и у них для следующего замеса поэтому я когда-то делала несколько лет назад ржаную делала закваску на хорошо поднималась 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 и я ставила в холодильник я делала такой эксперимент давно еще потом беру эту закваску и на ней замешиваю тесто и поднималась отлично тесто поднималась ну так вот делали в деревнях день и накупятся тех брожей день их насушен они же готовят как-то охмель что ли там участвовал потом они сушат так вот тоже попозже смысле поиск исторический ржаной хлеб вымешиваешь дольше намного чем пшеничный от этого будет зависеть и его качество я раньше когда как раньше ну лет пять шесть назад очень переживала вымешивала вымешивать надо вот так вот растягивать потом складывать ну смотрели же интернет и все думала ой не получится ой не получится 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 и тем более делаешь для себя любой хлеб съешь ты же не будешь выбрасывать столько продуктов поэтому со временем делаешь выводы на ошибках учишься и делаешь выводы что в этом ошиблась в этом ошиблась и вот уже ну с какого я с десятого года но сначала на хлебопечке литрической пекла ой тоже не все однозначно там написан рецепт я по этому рецепту закладываю я сегодня пила чеснок я закладываю по этому рецепту продукты там сколько воды сколько муки сколько соли все это делаю вы вывешивала вымеряло сначала весов не было стаканчики такие есть деление а она все равно не получалось меня понимаете я ну если никогда не пекла ну как так звонила подруги она пекла тоже на этой печке на такой она говорит оля тот муки все зависит ну как от муки написано же вот столько-то граммов только то воды а она понимаете и это через несколько время только ко мне пришло потом поднимается поднимается то что я заложила там же процесс сначала подъем нагревается хлебопечка потом опускают ее так дым и она опускается сбили ее ну опять подъем 2 а потом уже подключается выпечка и у меня получается какая-то знаете ну вот такая масса без горки без ну как вот должно же горочка быть муку хлеба то горбушечка горочка а она получается плоская такое вытащу ну как пряник какой-то такой ноздреватая все ну хлебом даже не пахнет потом я догадалась я думала нельзя крышку открывать там не написано можно не можно заглядывать можно ли добавлять если что-то не так муки и нельзя там не было рецепт и все и вот показано что все должно быть правильно потом я догадалась что крышку можно открывать программа не сбивается не смотрю жидко но месяц я когда начала вот выпекать вручную я когда на электро духовку электро хлебопечки когда вы почему я потом ну ну как же так я же вымешал вот такой вот хлеб вот чтобы а у меня в хлебопечке найти как каша ну как ну как на оладьи ну чуть погуще вот по этой закладке которая написана в рецепте думаю так же не может быть ну и стала подсыпать муки и открою крышку и когда вот такая вот колобашечка начинает также вымешать так крутит вот так вот крутит винтик такой пропеллер и когда я стала вот так подсыпать и вижу но мне вот вот такое вот делается вот такой колобор упругий ну думаю буду и выпекся хороший хлеб с хорошей корочкой горбушкой представьте я столько лет руки у меня опускают года два наверное все спеку что за хлебопечка вручную лучше спеку а мне же интересно было все такие на хлебопечке не тоже там это легче там присутствует часа она работает от хлебопечка кое-как своим умом я дошла что надо подсыпать мало ли что закладка такая написано она оказывается жидко есть такие для печки там такая программа что нельзя открывать крышку сбивается программы и все по новой а как по новой ну и вот так вот своим я умом так вот я решила что и потом отличный хлеб хлебопечки ну тоже три с половиной часа уходит так же как вручную вот вручную я поставила завела вам показала ржаную на муку солод сахарок соль и жена и мука и постояла у меня вот в чашке полчасика ну пусть побродит а потом стала вот добавлять пшеничную на одной ржаной хлеба не получится обязательно надо добавлять пшеничную иначе будет как кирпич но я не пробовала но понимаю что так и без пшеничной не делается ржаной хлеб когда я я сначала солодом не выпекала я нигде его не видела сначала не обращала внимание видимо но солод у нас так магазина кто появился то исчез видимо я не встречала ну скажем годом вы же понимаете про финализм растет настало задумываться почему вот мы берем хлеб допустим бородинский там какой вот я в коробках брала заготовки полностью с которых высыпаешь я в миксер у меня планетарный сейчас сюда убрала я когда уезжала мне не нужен был чтобы смешал денис приезжал мы плитку сюда ставим а сейчас никак не принесу с комнаты потому что пока не надо вот в миксер я кидала этот готовые закладку бородинского и думаю ну почему такой запах какой-то интересный начинаешь читать на коробке и там написано солод где же этот солод взять если я вручную буду стряпать нашла стала обращать больше внимания там где мука стоит солод на нем еще квас делают вот солода мне больше нравится сколько пять минут только не вымешиваем надо минут 15 хотя бы сколько смотрела видео всегда пекло если это про хлеб сейчас уже не смотрю за столько лет уже я все понимаю где обманывают где шутят надо так так уже к рукам и не лепнет но все равно надо помесить и к столу не липнет хорошо решила показать хочу делать то мне помолчком а то пожалуйста ляля-то поля вот того получается хлеб стряпня булочки по все что хотят у кого желание есть на это у кого нет лучше не браться они тогда нервничают бросают них не получится раз они бросают нервничают играть все это ерунда я лучше в магазине куплю а у меня время много деваться некуда вот я и думаю ну по тем более посмотрела как выгружают хлеб на остановках стояла когда на работу х ездила там и булки роняют когда выгружаются машинешек и тот кто выгружает он же и водитель руки у него не особо халата нет прислоняется к этой вот на чем они хлеб выгружают решеточка и руками лапают и своими грязными спецодеждами я насмотрелась думаю сколько мне надо допеку я себе хлеба и вот я стала выпекать где-то с 10 в десятом году пирас попробовала потом не хлебопечку знакомый привез с китая и вот на хлебопечке тренировалась тогда года два все никак все никак сейчас и наташа отвезла у нее духовки два года назад не было такой электрической на газовой я как-то мне не нравится поджигаешь там она не поймешь что убавить то прибавит огонь погас вот и я пекала у нее когда первый год было двадцать в первом году я пекла вот вот этой вот хлебопечки сейчас на наташ лежит надо научить владюшу пусть владюша тоже на ней женится если они тоже не бегали покупать завели там засыпал муку подучить надо конечно чтобы да не только по рецепту а заглядывать чтобы был вот такой вот комок так надо смотреть так сложить и им хватило бы они очень мало сейчас хлеба все молодежь есть очень страшно что вы хлеб есть это такая гадость как послушаешь аж опять не пропадает и хлеб страшно есть и сахар страшно и масло молоко трава если будете есть учетки не скоро помарете не знаешь даже как-то жутко раньше не было вообще таких разговоров у всех были коровы но не у всех я имею ввиду в деревнях поселках кто имел возможность пили ели все своем все были такие плотненькие почему сейчас ведь и мозгу нужен сахар глюкоза обязательно просто нельзя много есть по целой булки хлеба нельзя поцелуй батон колбасы колбасы колбасу конечно желательно общение есть сейчас такой сказать такая жизнь химия хорошо развилась и все на химии на химии вот и хлеб хлеб что-то добавляю участники же пекут им надо хороший выход иметь им надо выход это значит что-то добавить вкусовые улучшить качество что покупали поэтому я им доверяю участникам пекут у них тоже всякие я знаю контингент какой там работает которых нигде никто не берет пьющие да всякие такие не брезгую но как-то так вымешивать надо да уже вот я сколько 12 минут вымешиваю чем больше тем лучше чем больше тем лучше с одной хлеб надо вымешивать не жалея рук а мне вот что делать я вот если не снимала бы да что такое как я бы поставила аудиокнигу какую-нибудь и так бы и стой чего куда спешить куда спешить делай да делай дело я хочу сказать что я не обучаю пусть посмотрит конечно тот кто профессионал кому надо хлеб девочки не пишите а это что напиши рецепт ну не ты не пишешь мне так уже заранее пусть он зайдет да подумать что я обучаю нет вы зайдите повара профессиональным там очень хорошо я же в них смотрел очень хорошо все рассказано и нюансики и состав с чего сколько чего а я вот просто для себя пеку и разговаривал просто в основном поговорить разговоры разговоры слова к слову тянется вот видите он какой-то такой руками липнет так чтобы тянулась прям на рукой нет с того тоже видите солод положила солодом пахнет знаете как квас пахнет когда солодом делай вот как-то так утром я сегодня посмотрела там одна девушка рассказывала что надо как-то уши лечить я удивилась это очень страшно в ютубе рассказывать чтобы в ухо что-то лить самим это жутко это все-таки голова к врачу надо шум раз загляну хоть там пробка это не воспаление или найти этот грибок бывает почему я так говорю потому что я сама это прошла мы каком на десятом году ездили на море на японское это приморье на дальний восток и и я там накупалась так что видно в ухо попала вот эта соленая но говорит от соленой не должно быть потом думаю может быть мы въехали в эту квартиру она сырая была она пока зимой въехали к лету она какая-то сырость какая-то видать стены сохли заливали тут меня еще сверху кран сорвала может поэтому у меня тоже так ухо болело голова болела я ничего не пойму приехала с морем и где-то это я где мы в конце августа приехали сентябрь ноябрь мучилась месяца полтора мучилась потом пошла к врачу у нас еще как пришла на него у нас талончиков на это нет ешкин кот хорошо мне подсказали спортивная где-то есть поликлиника для спортсменов ну там ухо горло нос принимает мужчина живой такой попала я к нему все-таки объясняю он залез своей этой лучи кто у них такой на голове фонарик этот и это говорит у вас он хотел мне фруцелин залить туда видимо для этого чтобы грибок достать у вас перепонка была лопнута я сказал а текло сухо мне как-то текло я мыла под краковиной головы налила полный у холоды ну что-то вылилось а что-то видимо осталось а потом слышу меня слуха течет 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 ну я это запомнила я ему сказала готовой а я чуть не кипяченую воду туда не залил фруцелин фруцелином воду сдобрил залил а у меня голова сразу вот так я чуть не упала с кресла и он вытащил пинцетом оттуда грибок знаете вот когда мы точим карандаш вот такая вот юбочка то выходит с точилки точно такой грибок был черного цвета он вот ну где где вы так я ему объясняю про квартиру море он говорит нет море соленое нет скорее всего да в квартире если у вас немножко стены там цветут где-то что-то да может от этого поймали я отнес отнесла и это инфекционное отделение там делали анализ что за грибок вот он меня лечил хотел даже в больницу положить потом так обошлось надо хорошо ухо я говорю если я буду ухо он не капли такие прописал показать что ли это не лежат понимает еще даже не выкинул смыть и сколько лет нитрофунгин вот вот у меня что прописал нитрофунгин я копала самостоятельно дома сначала палочкой он сказал протереть ушную раковину так вокруг аккуратно говорит не пихайте со всего силы но просушить и ухо оттуда какая-то вот вытащил эту штучку туда все равно как там акрила и потом закапывает этот нитрофунгин а я так делала на нас полмесяца больше к нему на прием приходила как бы больницу вас не положить знаете как голова до того как я к нему пришла болела одно ухо я вообще не слышала вообще и голова болела из-за этого вот вытащил так пинцетом вот такая вот юбочка знаете как я же говорю когда карандаш черный бы я проточила из него будет эта шкурочка сточил очки ну слава богу в декабрю я сейчас помню почему потому что вы володе 7 декабря день рождения от 7 декабря у меня уже он выписал в больничном ну я на работу ходила но этого не сидела вообще ничего не слышали главное болела голова действительно ну нельзя без врача в ухо что-то лить я не знаю там же мозг рядом дай бог вот такая у меня была история врачи все равно знают хотя бы самые азы уже 15 минут как не 20 так что не надо самодеятельности все-таки это голова и учить человека сделай так и сделай так герань в ухо пихать ну это что за там же инфекция может быть там воспаление может может быть действительно вот это вот как он я сказала то боже мой зараза грибок может там оказаться тем более человек переходный вот этот сезон или сырость так что на сырости может там завестись грибок палочка можно но это все надо аккуратно делать нельзя пихать далеко иначе перепонку эту можно проткнуть вот он у меня спасил сухо лилось я вспомнила что там готова и надо с фуруцелином он хотел простой водой залить как у меня голова этот кресло не упал когда он мне на ну ну видимо перепонка пробитая вот и сразу легче стало сразу когда вытащил нет так что очень опасно учить по интернету не дай бог кто-нибудь делает да потом последствия будешь себе чувствовать хоть каждого дело слушать или не слушать повторять или нет но все равно будешь тебя виноватой чувство вот видите ну вот он такой делает знаете вот я вымесила как вот прям в руках вот пышет даже вот другой звук когда так потом покажу может быть все не забуду когда выпеку я могу не забыть ну вот как-то показала вот сколько я вымешиваю представьте вот 20 с лишним минут потому что я разговариваю и чем больше тем лучше мой даже слышу как она это видите звук другой все уже клейковина заработала уже все хорошо сейчас положим чашечку накроем поставим на тепленькую баню пусть поднимается как быстро время идет вроде ничего такого не сказала он как время идет немножко про хлебопечку рассказала да про ухо и уже слава богу почти 30 минут вот как время быстро успеешь ничего сказать уже 30 минут поэтому я и по интернету насчет лечения конечно люди зарабатывают деньги все хотят что-то их все смотрели немножко маслицем тут смазать надо накрываем крышечкой когда лето жарко тогда не обязательно на теплую баню вот так вот мельно горячей воды поставила и все пусть оно поднимается через часок через часок через часок поставим в духовочку вот у меня остался кусочек только хлеба предыдущей выпечки поэтому я замесила сегодня ржаного это у меня полубелый вот такой я поваренок цветочки еще вам покажу тесто стоит я уже показала накрыла через часочек могу показать как поднялось можно показать минутка ничего не даст а потом может быть покажу если не забуду я бывает разрежу уже стужу потом вспоминаю что я не сняла а потом покажу может готовы всем пока еще встретимся заходите на мой канал сам себе режиссер меня зовут ольга у меня очень хороших можно не подписываться я вас не заставляю надо волочки сменить забываю мне у них хорошо не так солнце вот в глаза и не забываю снимать когда видео снимаю надо бы снимать конечно глаз не видно нифига все будет хорошо у нас если мы будем все позитивны добры не злы не надо никого обсуждать ну кушает девочка есть девочка так вот в рот за палец но пусть и так нравится вы просто можете не смотреть я в защиту этой девочки все и уши свои берегите и ноги свои берегите мне сказали что не надо пьянить мне все равно жалко не потому что что жалко прямо в душе то он же живой человек котов собак жалеем но опустевшегося человека тоже жалко ну жалко сидит вот такой я конечно ничем я не помогла и ничего для него не сделала но все равно в душе думаешь ну вот как так человек взял и опустился чтобы не очень свою физиономию хоть вот цветочек приятнее правда чем бабушку смотреть для прикола колпачок нацепила я же для себя делаю пусть с волосами будет я буду есть больше никто но это так для прикола что я поваренок для решения куда так что будем здоровенькие все будем мирно настроены друг другу понимать друг друга почему это мы так живем да потому что мы все злоблены мы даже в ю тубе на неправильное слово на неправильное выражение на неправильное поедание пищи начинаем обучать обзывать злиться и в чего человек зарабатывать деньги так как может пусть зарабатывает она его совести вот это все показывает ли он голую мать показывает ли безобразное принятие пищи при этом пухнущие день от дня вот такой вот но это же его здоровье это его выбор и на его совести всего это заболевание и там как сказать еще там что-то вот так что все рассказала все показала что могла будьте счастливы да не дело с темными очками сниматься ну я не такой блогер всем счастья здоровья но мы еще увидимся даст бог я еще или сфотографирую или немножечко на минуточку сниму не знаю даже пока пока так вот поднялось час простояла я вам сказала и сразу в духовку сейчас пересмотрела думаю чё я сказала не в духовку это вот час подъема после выработки вымешанного а потом уже вот в эту посуду в которой выпекать буду и в это еще тоже около часу постоит вот чё я да переложила я уже в той посуде в которой буду выпекать и хочу сказать что я вымешала в реальном времени я только наверно бросила когда сбегала за лекарством показывала вам вот это всего ну может быть несколько секунд остальное все реальном времени когда я с вами разговаривала вмешивала сейчас я ставлю опять горяченькой водички налила ставлю чашечку эту который я буду выпекать и накрываю все здесь у меня больше часа простояла я увлеклась надо было через час а я сейчас 10 даже ничего страшного чем больше тем лучше но здесь сколько побудешь часок наверное можете я не буду потом показать можете потом фотографиям покажу потому что очень много времени уходит ну вот хлебушек готов достала вот такой сейчас надо вытащить и положить остыжать остывать остужать остывать такое солнце что не знаешь как снять вот такой хлебушек пока горячий там будет мягенький сразу стучит все духовка остывает такой хлебушек черненький хлебушек пшеничный я не знаю так сказать Продолжение следует...